приветствую всех nfc king не перестает нас удивлять очередной сел на следующей неделе под названием меха морфин будет он 22 числа во вторник в 14.00 по московскому времени тираж 1960 штук стоимость одной коробки 300 долларов помыть рекордная цена для боксов на бинате общая катализация села 588 тысяч долларов вторичный рынок будет доступен через 12 часов максимум на один аккаунт вы сможете купить 20 коробок это довольно таки большая цифра с учетом того что общий тираж 2000 боксов примерно 40 коробок также будет разыграно считать что и 12000 долларов также давайте посмотрим содержимое у нас вот такие элементы одежды довольно-таки они качественно проработана и смотрите сколько они потрудились нарисовали нам скинов будет она в тишке называться меха это ключевой компонент игры каждый персонаж может носить 9 разных частей голова грудь и так далее чем больше нефти носит ваш персонаж тем выше значение атрибута которая получит ваш персонаж также у нас тут когда вы наденете все три меха основной части вы получите новый активный на и ваша скорость фарма увеличится на 10 процентов одев все 9 частей меха вы получите 3 активных навыка и ваша скорость фарма увеличится до 40 процентов то есть мы понимаем что они нам дают атрибуты и увеличивает наш фарм давайте зайдем на их основной сайт поиграть я пока не могу на маркетплейсе тоже зайти не могу все выглядит на самом деле коряло сайт вообще не оптимизирован давайте посмотрим какая тут нас ждет информация вот у нас четыре класса в игре будет танками лишник ранжевик и саппорт давайте посмотрим ниже что у нас тут представлена наши элементы одежды меха и также вот у нас будет оружие так него в других селах в японии называется вот у нас будут карточки и бокс его тут уже выглядит все покрасивше и так сказал игра будет нас также на телефоне на пк и в браузере но вот на телефоне я пока тоже ничего не могу потыкать даже roadmap давайте посмотрим у них прошли уже тест на это скоро запуск майонета одео уже прошло пве система не запустит сэл лэндов тут прикрутят систему лэндов онлайн систему лута сделать вверх у нас будет также баунти квесты и все вы должны понимать что это будет через три месяца после села и на фишки то есть небольшой такой объем работы запланировали на этот год нашел вот такую интересную презентацию давайте ее быстренько глянем игра у нас будет rpg в стиле киберпанков на платформе браузер писем обил давайте дальше пве лутинг система арена баунти система лэндов там у них будет нфти смотрите вот в япон это у нас тикеты для мех батлов ключ для макроконтроля токенов от инфляции там дальше меха вот наши элементы будут мистер и stone workshop лэнды то есть некачественно проработанная насти продумано хотя бы для чего не родмапу мы уже смотрели что хочу сказать по бейкером я вообще мало кого знаю единственного знаком с русской командой с рекорд но вы должны понимать что это такие тир три-четыре фонда им далеко от топа давайте посмотрим вот у них есть два токена токен управление и токен утилити для игры у них уже было одео первого токена мне что понравилось что вот например все драунде он снова 15 центов найдено 40 то есть там людям не давали делать такие большие газы там с приватного раунда и так далее хоть многие проекты даже с coin листа таким грешат и в принципе по токеномике все круто но их бы не допустили на такую топовую площадку как только стартер rdio проходила там 28 января по моему и посмотрите вот я вывел статистику какие иксы тут давали с idea вот их проект который они размещали и заметим вот по левому столбцу что игры тут все практически находятся в топе вот они выпускали там титан арену там плем плечей мастерс и так далее что хочу еще также сказать вот пойти команде у них мало кого вообще знают точнее никого и также тут указано что они работали в call of duty и crossfire остальные игры мне вообще даже не знакомы давайте покажу вам геймплей игры вот так выглядит пве арена на мобилке хочу отменить но в принципе что то более-менее а вот трейлер у них вышел достойный 29 сентября еще 10000 просмотров но в принципе все добротно сделан так как в трейлер для фильма я тоже сказал вот у нас герой танк у нас будет и так далее нашел вот еще такого мужичка он сделал обзор на бета-версию игры давайте его посмотрим вот у нас четыре персонажа он выбирает также можем зайти в менты нефти тут купить наш авиапоны меху за бинби давайте посмотрим что еще он тут нам покажет выходим вот главное меню в принципе вот тут все наши элементы которые мы можем надеть на персонажа что-то он еще покажет так вы давайте пролистаем вот реварды у нас также будут квесты но квесты у нас выйдут еще не скоро так что там он их не покажет вот так выглядит лавала игры сейчас может он куда-то запустится вот так прогрузка выглядит и вот в принципе тоже пве арену в принципе выглядит все более-менее стоит забывать что игра все-таки в бете давайте посмотрим что конечно анимации да давайте поговорим про медиа составляющего проекта на ютубе у них вообще всего лишь 32 подписчика и вы не ослышались на твиттер у них подписан 31 тысяча фолловеров и также вот у них тут закрепи с 11 февраля висит запись то что не в тест нет набирают и всего лишь 1700 лайков у них так у них в среднем посты собирает по 30 50 лайков не более но хочу сказать вот некая женщина директор по маркетингу всегда ходит на ама сессии дает какие-то комментарии вот даже на бинансе они проводили какую-то ему в принципе в принципе так на три из пяти оценил ну что давайте поговорим про сам сэйл вы знаете мое отношение к нафти кингу я стараюсь их продукты обходить стороной но размещение на поле к стартере заставляет меня задуматься я наглядно показал что они выпускают хорошие проекты с хорошими сами и контролируют в принципе их и смотрят вообще что они делают но стоит понимать что это у нас было видео токи на нафтишка у нас все-таки другая тема и давайте так скажу пару слов еще скажу про сам проект игра в принципе там более-менее рабочая что-то они там даже делают стараются выглядеть все продумано хотя бы и они такой довольно таки хороший план составили на этот год стоило бы за ними понаблюдать вообще как они двигаются но партнерство с и нафти кингом все рушат они раньше у нас делали большую капитализацию низкую цену и сейчас они сделали ход конем все поменяли но капитализация то тоже осталось также 500 600 тысяч долларов такие большие цифры еще смешно смотрится 20 баксов на руки с учетом таких показателей что насчет цены хочу сказать очень большая цена очень большая если так брать там в первые моменты вот после открытия вторички возможно возможно там они будут стоить там по 330 350 максимум я думаю но никто не знает пойдет у нас завтра рынок вверх или вниз ситуация сейчас непонятно все наклеено и я вот вижу что возможно они будут в плюс на в первые моменты но потом вот случись что цена пойдет вниз никто их откупать там даже по 250 не будет это волшки такая большая цена непонятно вообще что за проект какой-то там инфтикин какие-то картинки игра еще не запущена ничего не работает непонятно за что такие деньги платить и поэтому мне кажется что цена может обвалиться вообще запросто поэтому я заходить в него не буду советую подписаться на мой телеграм-канал тут выходит всегда полезная информация чтобы ее не пропустить отслеживать также можете присоединиться к нашему чату для обсуждения все комментарии на ю тубе я читаю отвечаю также не забудьте поставить лайк ведь я трачу свое время экономия ваша спасибо за просмотр всем удачи